Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня у нас на кухне Onrush от Steelville Нож, сделанный в Италии Поэтому, кстати говоря, я так немножко смотрю в будущее Мне интересно, что он покажет Почему? Потому что, вот скажу честно Когда Steelville сделан, например, в Китае То у меня совершенно нет никаких сомнений В плане того, что он будет заточен просто зверски С итальянцами посмотрим Почему? Потому что, причем это не упрек там То есть в любом случае нож останется разделанным в Италии Его можно там дотачить, поправить и поправить Но итальянцы зачастую, в принципе, не заморачиваются на Такую заточку заводскую, которая бывает у китайцев То есть вот сразу же у меня такое вот Изначальное предубеждение Следующий момент Надеюсь, что не будет в претензии на меня Магазин солдатудачи СЛД.ру, который предоставил этот нож Почему? Потому что сегодня прозвучит очень много Конкурирующих каких-то имен на кухне То есть будет прямой конфликт интересов Я буду рассказывать о других ножах Я буду рассказывать о других компаниях О других производителях и так далее Очень надеюсь на понимание, что не будет какого-то с их стороны Ну, скажем так, молчаливого Почему? Потому что наверняка мне так-то прямой никто не предъявит Я просто режу этим ножом и рассказываю о чем-нибудь Такой формат кухонных монологов Но надеюсь, что ребята будут не в обиде Следующий момент Сегодня в Эстонии и в ряде других стран Отмечается День Отца Дорогие отцы Быть отцом Это огромный почет Огромная гордость Это, наверное, самая важная задача Которая вообще есть в жизни мужчины Это быть правильным, настоящим отцом Быть папой Я вас поздравляю от всей души И я вам желаю мудрости, терпения, сил И не сложать подачу, когда надо Быть отцом очень тяжело Это действительно, если подходить к этому ответственно Это действительно непросто Но, с другой стороны, это одна из самых благодарных вещей Которая случается с нами в жизни Почему? Потому что когда подбегает, обнимает, тычется носом Вот, у меня сразу же начинает в горле першить Когда я только представляю И глаза реально наполнились слезами Почему? Потому что когда ты это чудо Селедку свою Подвижную Обнимаешь И даже там, когда Слегка леща отцовского даешь Что ты за что-то отчитываешь Это переполняет тебя полностью С Днем Отца, ребята! На самом деле В моей семье этот праздник Мы как и День Матери Мы не все эстонские праздники празднуем Прямо скажем Но эти дни у нас прям действительно Must have Мы поздравляем, мы празднуем У нас все замечательно В общем, даже тех, кто не из Эстонии Я поздравляю с Днем Отца Следующий момент Пора уже начать, наверное, резать По поводу звука, кстати Неоднократно Последнее время Прозвучала критика на тему звука Я сейчас в поиске хорошей петлички Но петличка эта будет скорее предназначена Для Для обзоров И для выставок Почему? Потому что Я как мужчина тучный Я очень хорошо помню Когда я делал Например Уличные тесты с петличкой Поехали Чего тут стоим? У нас получается Немножко Нет, хорошо Картошка только что из холодильника То есть она изначально Должна чиститься Немножко хуже Чем комнатной температуры И нож прям плывет Частично при этом Залезая на серейтерный Участок режущей кромки Частично Плейновым режет Так вот о чем я О том, что когда Я делал с петличкой Уличные тесты Делал это там даже не в проводе Потому что сейчас я конечно хочу взять Какое-то уже поинтереснее Чтобы она была Там подороже и все такое Но вот это вот ощущение Приступа астмы Оно никуда не денется Почему? Потому что я в любом случае Улицу И скорее всего кухню Я буду делать Все равно с обычным вот таким вот Микрофоном Который встроен в камеру Потому что мне самому просить Я делаю в первую очередь То, что мне нравится И мне не нравится Слушать То, как я задыхаюсь Причем, ну, та же самая уличная Уличные тесты Они подразумевают Активность Какой-то срыв Вот этих вот движений У тебя дергается там Вот видите Я так дергаюсь И у меня начинает сразу же Немножко сбиваться дыхание Оно у меня не сбивается Как у человека совершенно не спортивного Но оно все равно сбивается Так или иначе Ну и плюс, конечно же Тучность Никуда не денешь Она есть Вот И Как раз таки На период Уличных тестов Которые я делал С петличкой Приходится Большинство советов Обратиться к врачу На тему того Что Там У тебя Мужик Ты уже одной ногой стоишь Потому что ты так задыхаешься И прочее И прочее Нет Это именно эффект микрофона Потому что Поверьте, ребят Я, во-первых Время от времени Все-таки посещаю спортзал Я гораздо чаще Чем мне бы хотелось Посещаю врачей На предмет Полного Медицинского Вот этого Вот Обследования И С легкими Все в порядке Со зрением Зрение, кстати В последнее время Немножечко Начало напрягаться Глазами Когда читаю Близко мелкий текст Самая малость Но чувствую Уже пора Подсматривать себе Присматривать Какие-нибудь Стильные очи Чувствую Возраст уже дает Знать То есть В этом плане Петличка Когда появится Она все равно Будет присутствовать Не на всех Не на всех Видах Видеороликов Поэтому Ну вот Как есть Так есть Возможно Стоит созреть Конкретно Для кухонных Монологов На какой-то Выносной микрофон Просто чтобы Звук был чищен Итак Совсем недавно В обсуждении В нашей Болталке В клубе Архады Вконтакте Дмитрий Усков Дима Привет Задал вопрос Как стать Блогером Это было Именно обсуждение Каких-то Возможных Тем Кухонных Монологов И Дима Предложил Тему Как стать Блогером Я так понимаю Что Дима Все-таки Имеет ввиду Как стать Ножевым Ютуб Блогером Как стать Ножевым Обзорщиком Потому что Я почему-то Не знаю Я не люблю Слово Блогер Я себя Считаю Обзорщик Вот И Ну во-первых Дмитрий Ты им уже Встал Ты встал На этот Путь На эту Тропинку Прошу любить и жаловать Рекомендую Димин канал 13 Tactical В общем Я вам Вот Положа руку На эту доску Клянусь Что Дима Не просил меня Как-то Обозначить его канал Или Как-то Разрекламировать Или какие-то Договорники У нас есть Нет Я просто Глянул Он сейчас Сделал Несколько Репортажей Довольно Интересных С клинка Так что Ветер в паруса И зеленый Светофор Новому Начинающему Ножевому Обзорщику Слэш Блогеру А почему бы и нет Я считаю Что Пускай Этот Тест Он будет В формате Такого Именно Разговора Как будто бы Я общаюсь С Димой Но Уверен Что Многим Будет интересно Скажем так Заглянуть Вот в это Закулисье Вот в эту Кроличью Нору Дело Все Даже Я не знаю С чего Начать На самом деле У меня Каких-то Шпаргалок Заготовленных Мыслей В голове Нет Каждый Решает В какой-то Момент Каждый Обзорщик Каждый Блогер Решает В какой-то Момент Стать Обзорщиком Стать Блогером С какой-то Своей Мотивацией То есть Кто-то Хочет Просто Заработать Денег Используя Ютюб Именно Как Платформа Для зарабатывания Денег Просто Ему Ноживая Сама По себе Тематика Она более Понятна Более Близкая Чем Например Женские Гигиенические Принадлежности Но Изначально У человека Именно Цель Просто Прийти за Баблом Никакой Романтики Один Бизнес Это Совершенно Похвально Это Совершенно Заметно И Почему бы И нет Кто-то Хочет Просто Похвастаться То есть У человека Не стоит Целей Заработать Бабок У человека Не стоит Каких-то Целей Я не знаю Дальше Развиться И прочее У него просто Классные Ножи Но Он страдает Дефицитом Общения В своей Обычной Жизни Включает Камеру Я могу Сказать Так Что Некоторые Вот Я знаю Достоверно Некоторые Ножевые Обзорщики Ножевые Блогеры Которые Ведут Себя Очень Дерзко И Хамовито И вызывающе На камеру Они Очень Очень Тихо Тихо Журчат В обычной Жизни То есть Очень Спокойные Совершенно Такие Незаметные Люди Это Действительно Действительно Так оно И есть Поэтому Как бы Ну не знаю То есть Это некий способ Самовыражения Некий способ Побыть громким Как то Вот Просто Именно Сменить Свою Амплуа Вот Про себя Сразу же Скажу Что Я точно Не первые Два Случая То есть В этом Плане Громкости Мне по жизни Хватает Хорошо Молодец Вот Я знаю Что у меня Будет Следующим На Тесте От Steelville Пирсер И он Будет Скорее всего Немножко Более Лезвийным Таким Вот Таким Эльфийским Но В любом Случае Онраж Я не назвал Бы каким-то Недоточенным Ножом Совершенно Спокойно И опять же Вот Я одного Не понимаю Вот Почему Не делают Ножи То есть Они есть Но очень Единичные Где Серрейтор Вынесен Вперед А Плейн Наоборот Сюда В эту Сторону Но Ведь Как раз Так Если Ты Перерезаешь Веревку Начинаешь Двигать Плейном И немножко Выходишь И потом В конце Добиваешь Серрейтором Это логично Логично При этом Если ты строгаешь Ты строгаешь Больше Плейн Ну Почему-то Все равно Все вот Как мода Есть на Такие Полусеррейторные Клинки В основном Конечно же Пилят Именно Вот Такой Вид Когда Серрейтор Ближе К рукояти Значит То есть Мотивация Именно Включить Камеру И начать Разговаривать На камеру У всех Разная Ее Может быть Разновидностей Не так И много Но Она Все равно Разная Про себя Я могу Сказать Что Я Очень Любил Смотреть Ножевой Ютюб В принципе Как Ножимал У нас Совсем Скоро Будет Дата Через 14 декабря Каналу Архады Располнится Четыре года По-моему Четыре Ну Подведение Итогов И всякое Такое Это будет Именно Такое Праздничное Я думаю Видео Предрождественское Праздничное Но Именно Почему Пришла Мысль Включить В голову Пришла Мысль Включить Камеру И начать Рассказывать Но Во-первых Мне очень Нравились Какие-то Обзорщики И я Понимал Что я Никогда Не достигну Их уровня И я Так и Не достиг Их уровня Это Конечно же Виннинул Его Видео Например Посоветуйте Мне Нож Это Видео Которое Я пересматривал Наверное Я просто Его ставлю Мне очень Нравится Это Видео Я просто Его ставлю Фоном Иногда То есть Точно Больше Десяти раз Я смотрел Этот ролик Посоветуйте Мне Нож От Виннинул Это Просто Квинтэссенция Квинтэссенция Это Просто То Что На самом Деле Оно И есть Вся Обнаженка Вся Правда Мне Очень Нравились Видео Мне Очень Нравилось Смотреть Киасова Но Именно Даже Не Столько Не Только Обзоры Конечно Обзоры У него Просто Потрясающие Были И Сейчас Остались Просто Сейчас Я Как-то Его Меньше Смотрю Тогда Мне Очень Нравились Его Заметки На полях Ответы На вопросы Вот эти Вот Там Где Человек Просто Вот Ну Как-то Очень На Очень Хорошем Чистом Я бы Сказал Перфектном Русском Языке Человек Рассказывает О каких-то Вещах Которые Тебе Интересны Это Просто Завораживает То Есть Какие-то Другие Тесты Вовухи Я С ними Не Согласен И По сей День То То есть С точки Зрения Конечно Тестировать Нож Именно С целью Его Убить Чтобы Посмотреть На каком Этапе Он Убьется Ну Не знаю Это Прикольно Это Хайпово Но Мне Просто Жалко На самом Деле Ножи Которые Просто У них Нет Шансов Их Выводят На плаху Вопрос Только Такой Когда Это Случится То То есть Например Хардьюз Вининула Мне Очень Нравится У меня Почему Вининула Потому что Я так понимаю Что Вининул Делал Это Все Во дворе Своего Дома То есть Я бы С огромным Удовольствием Где-нибудь Даже Может быть Снял Какой-то Кусочек Земли Где Оборудовал Все И фигачил Направо И налево Просто Причинствовал Те Места Те площадки Где я Делаю Свои Тесты Какие-то Видео Урочные Они Дают Мне Возможность Скажем Построгать Порубить И проще Но Совсем Вещинство Ударяться Все-таки Не совсем То Плюс Конечно Что у Вавухи Что у Вининула Немало Было Нецелевого Использования Ножа Я почему Сейчас Это все Дима Говорю Потому что Это примеры Того Как Собственно Говоря Путь К успеху Путь К успеху Ножевого Обзорщика Реально Вот У Я Вот У нас Очень много На самом деле Ножевых Обзорщиков У нас Очень много Замечательно Полезан Звучок На самом Деле Он Раж Радует Потому что Я Как-то Откровенно Думал Что Уже Готов Мысленно Как-то Так Не то Чтобы Его критиковать Ну Я говорю Что У меня В плане Именно Вот Работы По продуктам В плане Заточки Я Все равно Китайское Производство Steelville Оно Мне Впечатляет Больше Чем Итальянское И здесь На самом Деле Нож Сделан В Италии Это Именно Для меня Очень Хорошо Что Он Действительно Заточен Он Прикольный Он Такой Вот Ну Тактик Как Он Есть Ну Давай Порежем Мясо Тактик Похвалил Я тебя Все Что Так В мясе Присутствуют У нас Жилки Никуда Не денешься Мне нужно Просто Максимально Минимально Вот Так Вот Какими-то Хаотичными Кусочками Настрогать И Конечно Здесь Длина Клинка Задает Некоторые Свои Ограничения Ну Пусть Будет Так Вот Что Касаемо Фишек Понимаешь Очень Много Есть Действительно Замечательных Обзорщиков Умных Толковых Знающих Ножи Именно Академически С Академическими Какими-то Пластами Знаний Очень Адекватных Людей С Хорошей Адекватной Аудиторией И Иногда Мне нравится Смотреть Такие Каналы Но при этом Они не выстрелили Они не выстрелили С точки зрения Именно Ютубного Успеха То есть В этом плане Нет Там Каких-то Десятков Тысяч подписчиков Нет Каких-то Там Именно Крупных Имен В партнерах Нет Каких-то Там Я не знаю Как это Перечислить Именно Вот Ну то есть Ну Канал Он Замечательный Ламповый Уютный Атмосфера Суперская На канале Но Именно Такой Не Растиражированный Вот Правильно Слово Подобрал Нет Вот Такого Именно Общей Массовой Известности И Надо сказать Что по большому счету Наверное Большинство Обзорщиков Которые Включают Камеру И Начинают Вещать Они Именно Остаются Вот в этом Вот Сегменте Не то Чтобы в тени Но в таком В сумраке Не особо Сильно Там На виду На слуху И Здесь Опять же Сразу Про себя Могу Сказать Что я Считаю Что я Где-то Плюс Минус Посерединке То есть Я В любом Случае Не считаю Канал Архадыр Прям Там Топовым Или Лучшим Или Самым Раскрученным Самым Многочисленным Бла 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 Но Получилось Гораздо Больше Чем Я Рассчитывал Почему Потому Что У меня Я Эту Историю Уже Рассказывал У меня Просто Были Ножи Какое-то Количество Ножей Я Смотрел Разные Ролики И То Что Я Перечислил Киасов Вовух Винянула Это Было Меньшинство Потому Что Был Еще Одно Был Какой-то Средний Ровный Пласт Где Смотришь Интересующий Тебя Нож Но Сама Подача Она Не Цепляет Вот Ты Посмотрел Про нож Ты Узнал Где Там Как Там Осевой Где Куда Чего Смещается Не Смещается Как Там Пято Десято И Не Возникло Желания Подписаться Почему Потому Что Ну Именно Ну Вот Я Не Знаю Я Приведу Пример Действительно Успешный Канал Популярный Но Он Меня Не Цепляет Я Его Очень Много Смотрел Это Зорин То Там Человек Действительно В теме Он Действительно Классно Рассказывает Про Ножи У него Очень Много Китайцев Он Обладает Знаниями И Прочее Прочее Я Очень Часто Смотрел Его Видео Я Не Понимаю Почему Я Не Подписался Потому Что Надо Бы Подписаться Ведь Я Заглядываю К нему Когда Мне Надо Я Смотрю Обязательно Его Обзор Если Мне Интересует Какой Нож Ну Вот У Хватает Немножко Эмоциональности Какой То Или Еще Что То У Такой Спокойный Размеренный Голос Под Который Просто Начинаешь Клевать Носом Через Какое То Время Хотя Я Повторюсь Этот Канал Гораздо Более Успешный Чем Чем Например Архабир Но Видите Здесь Тоже У Каждого Канала Своя Аудитория Свой Контент И Свои Запросы У Зрителей Кому То Нужно Чтобы Вот Именно Как Киясов Там Разбирал Буквально До Мелочей По Микрону Нож И Прочее Кому То Хватает Просто Матерных Ругательств Размахивания Руками На Камеру Все Идут Зачем То За Своим Вот И Ну И У Меня Получилось Так Что Да У Меня Было Какое Количество Ножей И Я Совершеннейшее Дно То Есть И К моему Удивлению Эти каналы До сих пор Функционируют Как-то Проводил Именно Статистику Ну Просто Вспоминал Просто Когда Есть Такие Персонажи Которые Действительно Не в состоянии Дисклеймер К видео Написать Без Ошибок То Те Которые Не Могут Ну Я Не Знаю В терминологии Все Мы Можем Путаться Это Совершенно Нормально Это Совершенно Естественно Но Именно Процветает Какой-то Вот Тупизм Какой-то Еще Я подумал Что я В любом Случае Наверное Буду Не хуже И Вот Самое Смешное Я Сейчас Спрашиваю А Для Чего Все Равно Наверное Это Было Именно Просто Желание Высказать Своё Мнение Вот Ну Подгорело Как Говорится Захотелось Каким-то Образом Рассказать Про Свои Ножи Частично Похвастаться Частично И Не Было Вообще Никакого Выстрела На Аудиторию Я Могу Опять Кладу Руку На Свою Разделочную Доску У меня Не Было Изначально Вообще Там Даже Мысли О том Что Например Канал Станет Тысячником Я Снимал Видео Просто Для Того Чтобы Если Кого-то Заинтересует Например Нож Полярный Два Или Нож Клык От Златоуста Аир Или Нож Милитари От ООПП То Они Просто Поиском Побьют И Я Принесу Людям Какую-то Пользу Рассказав О Нюансах О Плюсах И Минусах Этих Ножей То Собственно Говоря Вот Так И Получилось Как Получилось На Самом Деле Если Дим Хочешь Действительно Выстрелить То Надо Искать Это Очень Важно Это Очень Важно Потому Что Я Могу Сказать Что Первый Мой Серьезный Контакт Нашел Меня Сам То Есть Получилось Так Что Ролики Я Снимал Первые Про Ножи Которые Мне Подарили Купив Их В Империи Ножей И Когда Я Снял Первые Обзоры И Тесты Империя Ножей Увидела Эти Ролики И Они Сами Приложили Мне Что На самом Деле Им Понравилась Подача Эти Эмоции Какие-то Прыгания В сугробах Я Помню Эти Первые Тесты Хаотичные Совершенно Там Какие-то Немыслимые Бессмысленные Они Они Собственно Такими Остались Ха-ха-ха Что Скрывать И Получилось Именно Так Как Получилось Что Они Стали Присылать Ни Ножи На Обзоры На Тесты И Вот Потом Когда Приходит Какой-то Вот Именно Начинается Расширение Ты Начинаешь Сам Искать Контакты Здесь На мой Вгляд Вот Тоже Я могу Себя Похвалить В том Плане Что Я Пишу Например Производителю Или Пишу В Какой-нибудь Магазин Крупный Ну Я Просто Говорю Что Так И Так Молодой Но Интересный Канал Вот Столько Тысяч Там Или Столько Там Наверное Уже В тот Момент Уже Тысяч Какие Были Честных Подписчиков Вот Вам Пожалуйста И Ну Вот Такой Вот На мой Вгляд Я считаю Что У меня Контент Такой Довольно Позитивный Меня Многие Ругают За то Что Я Там Ножи Постоянно Хвалю И Не Ругаю Их Не Критикую И Прочее Прочее С другой Стороны Но Есть Канал Где Ножи Ругают Вот Вам Ну Хотите Если Ругани Идите К Шатунул В любом Случае Если Стоит Речь Именно Не О том Чтобы Послушать Кухонный Монолог А Купить Нож Но Я Могу Сказать Так Что Если Я Покупал Нож Какой Нибудь Я Смотрел Практически Все Видосы Которые Есть Про Этот Нож Неважно Заикался Человек Пердел В Камеру Не Мог Связать Двух Слов И Так Далее Меня Интересовала Картинка И В этом Плане Я Конечно Больше Всего Именно Давал Предпочтение Говорящим Рукам И Поэтому Я Сам Работаю В Эм Формате Почему Потому Что Если Человек Действительно Хочет Узнать Какую-то Информацию Про Нож Ему Нужен В кадре Нож А Не Моя Борода То Это Меня Никто Не Сможет Очень Часто Критикуют Заговорящие Руки Унылые И Пятое Десятое Нет Я Сто Процентов Как бы Знаю Что Это С моей Точкой Зрения Это Абсолютно Правильный Подход Почему Потому Что Именно Нужен В кадре Нож Вот Сейчас Я Показываю Работу Ножа По Продуктам Я Покажу Работу Ножа На Улице В Случай Фолдера Она Довольно Минимальная Получается У Нас Вот И Но Потому Что Очень Много Нюансов О которых Я Не Говорю Зрители Все Равно Увидят Каждый Выбирает Себе Во-первых Формат Подачи Нажав Кадр И Во-вторых Саму По себе Вот Эту Струю Кто-то Делает Ставку На Музыку Кто-то Делает Ставку На Листву На Картинку На Наезды Камеры Приближения И так Даля Некий Просто Красивый Клип Кто-то Делает Ставку На То Что Он Будет Действительно Обсирать Все Подряд И Подтянуться Люди Вот У нас Антон Борисович Он же У нас Дважды Медик По Образованию И Вообще Очень Знаменитый Человек В своих Кругах Он Сказал Что Да Есть По-моему То ли 9 То ли 10 Процентов Людей Которые С Шизой То Процент На Сам Шиза Или Слабее Или Сильнее У них Но Она У них Есть И Особенно Сильно Они Выделяются Именно В Интернете Почему Потому Что Это Анонимная Среда Здесь Можно Каждое Утро Вставать И Вместо Того Чтобы Сделать Зарядку Пойти И Высраться В Интернете И Тебе За Это Ничего Не Будет Тебя Никто За Слова Не Подтянет Тебе Не Нужно Отвечать За Слова Ты Можешь Войти Извиняюсь Заражение Именно Обгадиться Довольным Съесть Свой Бутерброд Выпить Чай И Ехать На Работу Где На Работе Ты Будешь Очень Незаметным Забитым Всеми Унижаемым Работником Но Зато Супергерой Срыватель Покровов Мачо Правдоруб Вот В Эти Самые Или Утренние Или Вечерние Часы Когда Сел И Тун 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 Поехали То есть Я не хочу Сказать Что Какие То Мне Кажется Что Скорее Всего Все Так Не Происходит Я Не Хочу Сказать Что Какие То Например Там Обзорщики Или Видеоблогеры Ноживые Они Изначально Себя Как Сказать Ориентируют Именно На Такую Вот Аудиторию Вечно Недовольных Вечно Срочих Но Вот Именно Их Подача Их Какое-то Отношение То Как Они Высказываются То Как Они Реагируют На Какие-то Моменты Они Привлекают Некий Вот Такой Вот Ну То есть Они Привлекают Как Обычных Нормальных Людей Почему Потому Что Того же Самого Шатуна Например Который Ну Почему Я Шатуна Сейчас О Шатуне Говорю Потому Что Он Диаметрально Противоположен Архадыру То есть Архадыра Критикуют За то Что Архадыр Хвалит Ножи Постоянно И Никогда Не Ругает Шатуна Критикуют За то Что Он Их Постоянно Ругает Ножи И Очень-очень Редко Хвалит И Как Раз Таки Это На мой Взгляд Это Совершенно Нормально Это Просто Подход Для Кого-то Стакан Наполовину Пуст На Кого-то Стакан Для Кого-то Стакан Наполовину Полон И Я Не хочу Ни в коем Случае Не хочу Скать Что Аудитория Например Архадыра Это Все Сплошь Замечательные Позитивные Оптимисты А У Шатуна Какой-то Мордор Там Собрался Нет То есть И меня И Шатуна Смотрят Люди В общем И целом Просто Интересующиеся Ножами И Большинство Людей Оно Делает То есть Большинство Людей Которым Интересен Сам Нож Которые По-настоящему Заинтересованы В самом Ноже Они В первую Очередь Смотрят На нож И они Делают Скидку На то Что Шатун Постоянно Бугнет Вот это У него Говно Это Бракоделы И так Далее И так Далее И Большинство Людей Разумно Делает Скидку На Подростковый Восторженный Инфантилизм Архадыра Который Любую Железку Взял И Ох Как удобно Как классно Посмотрите И так далее И так далее То есть И мне говорят Вот когда мне пишут Что Типа Ты слишком много Причем пишут Люди Которые ко мне Хорошо относятся И они Мне Именно Дают Совершенно Правильный С их точки зрения Такой Дружеский совет Не хвали Так много Ножи Ругай Почаще Ножи Слишком Это приелось И так далее И так далее Ребят Даже Думать Не собираюсь Менять Своё отношение К ножам Почему Потому что Конкретно Вот в моём случае Мне не нужно Мне не нужно Изображать Что они мне нравятся Бляха И мне реально нравятся Все У меня Детство в жопе Играет По сей день И для меня Любая заточенная Железка Это сразу же Вот Дурачок Нашёл пугольчку Так вот О ступенях О встречах И когда ты Отснимешь Какое-то Количество Материала Ты начинаешь Предлагать себя И здесь Вот на мой взгляд Я себя хвалю За то что я говорю Вот у меня Такой-то канал Посмотрите Причём Я даже Я могу Процитировать Что я пишу Я пишу Я не буду Специально Вам высылать Какое-то Видео Для того Чтобы Вы Прониклись Нет Вот адрес Канала Видео у меня Выходит Ежедневно И это Я считаю Что это Одна из моих Фишек Это очень круто Почему Потому что В среднем Просмотры у меня Честные Мне не Здесь смотрят Какие-то Там Я не знаю Проплаченные Домохозяйки Пенсионеры Студентки Которые Нужны Просто Для того Чтобы Количество Просмотров Увеличить Совсем Недавно Данил Ети Очень Грамотно Разложил По полкам Как это Работает Он Правда Не назвал Имён Но Все И так Все Поняли То есть Он Разложил Грамотно По полочкам Как работает Именно Схема Набора Просмотров И набора Подписчиков Современная Которую Ютюб Не в состоянии Отследить Потому что Это просто Реально Проплаченные Люди Вот И Я Пишу Именно Ну Я Я Пишу Когда Какому-то Производителю Что Я не буду На какую-то Ссылку На какое-то Видео Давать Вот вам Адрес Канала Видео Уходит Ежедневно Просто Посмотрите Рандомно Какие-то И если Вам понравится Сам по себе Контент Мы можем Дальше Обсудить Какое-то Сотрудничество И прочее И прочее То есть В этом плане Мне просто Повезло Мне повезло Как наверное Не везет К сожалению Многим То есть Первый Вот как я сказал Выстрел Это была Империя Из крупных Магазинов Это конечно Лавния И Солдат Удачи Именно из таких Крупных магазинов Из магазинов Которые Продают в основном Российскую продукцию Это Найф 05 Мистер Чили Был еще Был у меня Еще Сотрудничество С Магазином Который давал Присылал Много Атаки Это тоже Очень прикольное Такое Вот Просто честно сказать Я не помню Сейчас название Там именно Был номер региона А я вот не помню И Мне стыдно Потому что я не подготовился И Его надо было Упомянуть Но вот Я не помню На самом деле Но опять же Если вам интересно Просто забейте Поиском на канале Атаку И И Ну и конечно же Про Лавнию сказал Наверное сказал То есть Есть какие-то Вот именно Знаковые встречи Когда Ну в интернете Когда ты с людьми Ну вот С той же самой Лавнии Я не знаковый И не в интернете Я с ними совершенно Реально в живой Общаюсь Когда встречаюсь И Это дает тебе Новые возможности Открывает Новые горизонты Это дает Возможности Тебе показывать То что Не показывают Другие И то что По сути своей Является ножевым Эксклюзивом Когда тебе Например Если говорить О производителях То Безусловно Это опять же Блейды ОООПП Когда я С ними Напрямую Стал работать Практически Очень тяжело Назвать Какую-нибудь Модель ОООПП Которая не была У меня на канале Супримы Та же самая Атака То есть И конечно же Благодарен Я Сане Кочкину Который Познакомил Меня С Антоном Борисовичем И Буквально Вот на днях У нас будет Годовщина Как ушел Год назад От нас СВ И Первый цех Это Даже не успех Это даже Не удача Это просто Какая-то Ну Счастливая Случайность Почему Потому что Я познакомился С очень Замечательными Людьми В первую очередь Это конечно же А.Б. И Мне говорят Не обижай Антона Если бы вы знали Сколько мне приходится Терпеть От него А когда он Например В паре с Вальдемаровичем Это просто Пипец Вот Но Я по-настоящему Рад Что Я Именно Вот То есть Ну Познал для себя И для многих Открыл первый цех Потому что Я горд тем Что многие Стали Как бы Узнали О первом цехе Именно от меня Это для меня Большое Большое достижение Я считаю Плюс выставки Очень сильной Ступенькой И для меня Явилась И являются До сих пор Поездки на Иву И спасибо огромное Всем кто Меня поддерживает В этом Всем кто Там Я столько Говна про себя Не слышал Как сколько Вот именно В отношении Ивы Что я тут Попрошайничаю И прочее И прочее И то И пятое И десяток Но опять же Если ориентироваться На эти Волглазы То Как бы Ничего дальше И не произойдет Правильно То есть Сама по себе Ива Первая поездка На Иву Благодаря Зрителям Которые Проспонсировали Проекты Благодаря Вальдемарычу Который Нады был Мне билет Не только На Иву Но и на Инфорстаг А на Инфорстаг Вообще Просто так Не попасть Туда только По пригласителям Люди попадают Ну и И вот В будущем Году В 20-м Я надеюсь Я туда поеду Брать интервью Глессера Стоять В обнимку С Лином Томпсоном Это я не знаю Это как Для советского Мальчишки Рядом с космонавтом Постоять То есть Это Ну я Общаюсь Вживую Пусть недолго Но они Меня уже знают Они меня узнают Они уже Не так что Мальчик А тебя кто сюда Пустил Нет Я когда приезжаю На Иву На третий Когда был Мне уже там Назначают встречу То есть Чтобы как-то Все это действительно Было И Можно было Поговорить Там с тем же Самым Хиндерером С Мэтфордом И прочее И прочее Это очень круто И это круто Во-первых Для того Чтобы канал Развивался Потому что Это действительно Эксклюзивный Контент В этом плане Ну сколько Блин Блогеров Не шастает По клинку Ленивый Туда не ходит Но Именно Русскоязычные Репортажи С Ивы Я могу Сказать Сейчас В следующем Году По-моему Собираются Йети А вот Только Были Репортажи От Именно Тех Кто стоял Сам На стендах То есть Были Репортажи С Ивы От Суприма От Пономарева Но Именно Вот Чтобы Чтобы Вот так Кто-то Бегал С микрофоном Не стоял На своем Стенде И иногда Прошелся А бегал С микрофоном По выставке Все там Четыре дня Я считаю Что это Во-первых Для меня Достижение Во-вторых Это Невероятно Интересно И круто Действительно С легендами На живого Мира Пообщаться Не просто Там С человеком Который Там Я не знаю Там Что-то Что-то Где-то Там Отрекламировал А С Скажем С Основоположниками Вот С теми Кто С кого Какие-то Моменты Там Начинались С Роликов Лина Томпсона Собственно Говоря Начиналось Моя Современное Нажимание Которое Вот На данный Момент Есть И Конечно Это Интересно Аудитории Критика За то Что Нет Русского Перевода Ребят Я вам Скажу Так Что В коротком Ролике О новинках Кершу Или Cold Steel Мне кажется Там Вот этого Минимального Английского Языка Его Более Чем Достаточно Чтобы Увидеть Ножи Что-то Понять И Я вам Сразу Скажу Что Да Я Немножко Совсем Чуть Чуть Аккуратно Разговариваю Через пень Колоду По-английски Но я точно Не переводчик И Браться За создание Титров С моими Знаниями Это вообще Мимо Потому что Здесь все-таки Должен быть Перевод Не просто То, что я Услышал И сопоставил В голове Здесь нужно Все это делать Именно По-другому И поэтому Я точно Пока не готов Сам писать Титры И как-то Делать Переводы В любом Случа Это интересно Вот И То есть В этом плане Нужны Какие-то Свои Именно Вот Такие Поиск Каких-то Интересных Событий Каких-то Интересных Партнеров Потому что Свои На жизнь Закончатся Очень быстро И Здесь Опять же Продаваться Или не Продаваться Делать Это в чистом Виде Как Коммерческую Рекламу Или нет Не хочу Называть Даже название Не хочу Близко На своей Кухне Называть Имя Этого Канала Но Вот Есть Совершенно Человек Который Преуспел На многих Интернет Сайтах Просто Его Ценник Откровенный То есть Ты просто Заходишь Связываешься Проплачиваешь И Хоть что Он тебе Обозрит И хоть что Он тебе Как бы Покажет Все Поминутно Проявить интерес Стоит столько Восхититься Стоит столько И так далее Если ты Дима Пойдешь Этим путем Я конечно Удивлюсь Мне Ты таким Человеком Не показался Но Здесь Как бы Вот Что еще Ищи фишки Вот фишка Канала Архадыр Первая фишка Канала Архадыр Это то что Видео выходит Каждый день И я стараюсь Этому следовать Почему Потому что Просмотров На каждое видео Ну там набирается В среднем Полторы-две тысячи Просмотров То есть Это немного То есть Далеко не каждый Человек Смотрит меня Каждый день Но Мне нравится И я считаю Что это именно Вот фишка Такая Что человек Может быть Практически Уверен Что когда он Утром Между прочим Выгоднее Выгоднее Публиковать Вечером По статистике Утром В 4 утра По Эстонии В 5 по Москве Публикуются Видео Из-за Димы Бородина Который работает В скорой помощи И которому Ну сейчас Может быть Я не знаю Он уже в кабинет Превратился Врача И которому Нужно Утром на работу И он за завтраком Меня смотрит Вот из-за тебя Котинка В 5 утра По Москве Выходят эти ролики Конкретно Из-за человека Я могу назвать Имя человека Из-за которого Выходят ролики Именно в 5 утра Каждый день То есть Кто-то может Действительно Просто Утром встать Включить Комп И будет что-то новенькое Не понравилось Посмотрю другое Какого-нибудь другого Заинтересовало название Заинтересовал Нож в кадре Посмотрю вот это Вот И конечно же Кухонные монологи Многие Очень это критикуют Этот формат Этот жанр Я бы сказал Но И это честно говоря Меня Уязвляет Мое Ноже Обзорщицкое Самолюбие То что Некоторые люди Они пишут Да меня вообще посрать На твои ножи Я включаю И слушаю тебя в машине Слушаю твои монологи Просто как ты говоришь Все То есть Мне абсолютно все равно Но я не интересуюсь ножами И я такой Блин Как так На самом деле Все же для этого И писалось Вот И будь готов К тому Что Это Такой Аквариум С дружественно Настроенными Друг другу Пираниями То есть Как любые Творческие люди Все обзорщики И я в том числе Мы очень ревнивы Мы очень ревнивы К вниманию аудитории То есть Кто-то Там поливает Говном Своих коллег По цеху Кто-то Не ленится Отслеживать Буквально Каждый ролик Каждый просмотр Всю статистику Как у кого Развив Развитие идет Как там что-то Кто-то Снимает Там Какие-то Контр ролики Кстати Про контр ролики Как раз таки Вот не договорил Я хочу сказать Что как раз таки Вот этот вот Ну Ты предлагаешь Как оно есть Вот И У меня всегда так Если я Не получал ответ Или получал Вежливое нет Или Зависала А переписка Я никогда не Начинаю Клянчить Потому что Вот простой пример Товарищ Просил Просил Целый год И Моим словам Есть конкретные Скриншоты Доказательства Что он Просил Клянчил Целый год Нож от первого цеха Не получил Этот нож И вывалил Кучу дерьма О том Какое-то Говно Даже не потрогав Нож руками Просто Просто вот так Обидевшись Вот То есть В этом плане В этом плане Да И Какие бы у меня Ни были там Хорошие отношения С какими-то Обзорщиками Другими Все равно Зависть присутствует Все равно Присутствует Даже не зависть Ревность Ревность Это правильное слово То есть Так Бля У него такой нож Классный А у меня Такого не было На обзоре Ну что за фигня Угу А вот здесь Опять же Я не считаю У кого сколько просмотров Просто потому что Мне впадут Тратить на это время Но я бы Может быть Хотел бы знать Сразу цифры Но не считаю Это слишком Большая роскошь Тратить время И какие-то Появляются Там Даже В дружеские отношения Вплетаются Некоторые Нотки Ревности Ага Тебе вот этот Нож прислали А мне не прислали У тебя вот это А мне не вот это И это будет Будь к этому готов То есть Рано или поздно Ты начнешь Более критично Смотреть Например В мою сторону Чем смотришь Сейчас Простой пример У меня замечательнейшее Отношение с Ваней Дубовым Замечательнейшее Отношение Вот прям Действительно Очень хорошее У него классный канал И все Как только Ваня Стал блогером Он все равно Ваня Ты немножко поменялся То есть Отношения остались Хорошими Дружескими Все Дня не проходит Чтобы Дубов Меня не подколол Вот раньше Не было такого Сейчас Сейчас Когда инсургент И ультрас вышли Дня не проходит Чтобы Ваня Какую-нибудь шпилечку Легенькую Такую не пробросил Я понимаю Что это нормально Я понимаю Что это именно Вот Он сам не признается В этом никогда Я бы сам В этом не признался Но это именно Появляется Такая Это именно Нельзя сказать Что это Мой недостаток Или чей-то другой Недостаток Все Даже у Очень хороших Людей У открытых Искренних И так далее Все равно Будет ревность В отношении Аудитории И ревность В отношении Каких-то Партнеров Которые присылают Ножи То есть Тебе все равно Кажется Что тебя Где-то там Обошли вниманием Что тебя Незаслуженно Не досмотрели Сколько-то Сотен человек А вот Это вот Как этот Буря Мглою Ну что Что в этих Строчках Такого То есть В этом плане Я не знаю Надеюсь Вам интересно Было Есть какие-то Подводные Камни А Ну просто Сейчас я уже Все порезал Нож молодцом На самом деле Я Честно Вам скажу Думал Что на кухне Будет печальнее Я уже Заготовил Такую Тираду На тему Что же Вы хотите Это же Суровый Итальянский Тактик И Мне совершенно Не мешал Сирейтер А местами Даже Скорее всего Помогал Нож Почистил Нож Порезал Почистил Все Очень Четко Конкретно Вы видели Что я Над паприкой Здесь надругался Множественно И все Получилось Хотел еще Один Нюанс Сказать Что Опять же Тебе решать Димон Становиться На этот Путь Или нет Мне многие Говорят Вот плохо Что ты Хвалишь Ножи Вы даже Не представляете От какого Количества Предложений По обзорам Я отказываюсь Их Не Мало Их На самом деле Не мало Не десятки Там в день Не сотни тысяч В целом Но их Не мало То есть Мне просто пишут Здравствуйте Вот хотели бы вам Прислать нож На обзор На тест И открываю Сайт И я понимаю Что если люди На своем сайте Размещают Фотографии Ножей На которых Я своим Невооруженным И вечно Восхищенным Взглядом Вижу Такие Косяки Ну просто Которые Совершенно Недопустимы В ножевом Производстве Просто Вот эти вот Щели Лезут И это все На фотках Видно Я просто Вежливо Отказываюсь То есть Я говорю Совершенно честно Что вот Я посмотрел Вот этот нож Да Вот этот нож Как бы нет Но Я вам говорю честно Вы его пришлете И я этот нож Буду ругать Потому что Мне не нравится Вот это Вот это Вот это Хоп Все В 99% Короткие гудки Мне даже Не говорят Спасибо То есть В этом плане Почему Потому что Вот Именно Может быть Неправильно Может быть Стоило бы Чтобы выслали Но тогда Надо ругать А я не люблю Ножи ругать И я не хочу И я Ну Если я С самого начала Вижу Что я нож Буду критиковать И критиковать Я его буду Не кисло И именно Не за какие-то Фломастеры Не за какой-то Изгиб рукояти Или еще что-то А конкретно Даже по моим Незавышенным требованиям По слесарке Или по сборке И так далее И так далее Ну нахрена Это нужен Человек Производитель Любой Производитель Он так или иначе Видит В любом Ютуб канале Рекламную площадку То есть Никто не Пришлет свой нож Для того Чтобы Блогер Его поругал Ну Зачем Это же То есть Я вам уже говорил Вот этот треугольник Он работает Производитель Присылает мне нож Я его показываю Кто-то заинтересуется Покупает у производителя нож Вот Солдат удачи Присылал нож Я его показал На самом деле Приятно Удивил на кухне Действительно Очень хорошо Отработал Кого-то заинтересовало Он зашел на сайт sld.ru Воспользовался Промокодом РХД Получил скидку Купил этот нож Солдат удачи доволен Они видят Что есть обратная связь Денежная Я об этом говорил Вот То есть Это одно Но второе Когда тебе просто Напуливают Это вот Ну Откровенные Какой-то вот Идет Ну просто Такой Засыл Конкретный И С учетом того Что Еще раз повторюсь Я об этом говорил Неоднократно Но вот Судьба Ножей Часть ножей Остается у меня По договоренности По желанию Самого Приславшего Скажем так Часть возвращается Часть Очень небольшая Часть Идет дальше Я просто делаю Обзор Тесты И пересылаю Туда куда мне говорят В основном в Европу Почему? Потому что это хитрожопость Со стороны Партнера Ему не нужно Заморачиваться С пересылом Из Эстонии в Европу Посылка просто прыгнула И все Сколько там получатель Платит За мини Использованный нож Меня не волнует Я никогда не говорю В кадре Какие ножи Я возвращаю А какие я оставляю себе Чтобы именно Не создавать Вот эти Нездоровых сравнений Ага Этот у тебя остается Ты его хвалишь А этот у тебя не остается Ты его там Ругаешь Критикуешь И так далее То есть в этом плане Вот И Будь готов К вот К таким вот Подводным камням Они придут в любом случае Никуда не денешься Поэтому Я Дмитрию Ускову Желаю удачи Я желаю Его Каналу 13 тактикал От чистого сердца Назвал название Не по договоренности Всяческих успехов И Дерзай Каким быть Хвалебным Критичным Быстрым Медленным Частым Редким Это уже тебе решать Но в любом случае Я Надеюсь Что У тебя все получится Все выстрелит Спасибо за просмотр Ребят Всего доброго И он Рож Я его вот Из тех Последних ножей Которые СЛД прислал Стил Виловский Я к нему так Отнесся С легкой прохладцей Именно с точки зрения Что Ну он такой вот Я старый солдат И не знаю Слов любви Ну думал Что на кухне Он по сравнению Там с тем же самым Чумным доктором Сложает Он молодец Все хорошо Порезалось И опять же Как вы видите Вот что касаемо кухни Я никогда не вру Даже если я люблю Производителя И если Нож красивый Но если он мнет Помидоры Я говорю Что он мнет Помидоры Если он Херово там режет Я говорю Что он херово режет Ладно Не буду продолжать Всем Всем все равно Не докажешь А самое главное Димка Если еще не выключил Никогда не останавливайся Критику Всегда фильтруй Ну Даже как сказать Какие-то здравые Зерна в критике Бывают Но всегда помни Что многие люди Заходят И включают Интернет И проходят к тебе По ссылке И смотрят твои видео Только с одной целью И сгадят тебе настроение Обосрать тебя И уйти Всегда помни И Ну Поверь Ты вначале Будешь Пытаться фильтровать Что-то объяснять И так далее И так далее А потом Чем больше Чем дальше Чем больше Будет количество Вот этого всего Тем с большей легкостью У тебя будет Два клика Бан Два клика Бан Почему Я пришел сюда Не Выслушивать Оскорбления Это моя кухня Это моя доска Я здесь работаю И поэтому Если кто-то пришел Именно не просто Там критикнуть А именно Насрать мне В душу И Высказать Свою Вот именно Вот Биомассу Меня кинуть И пойти С хорошим настроением На работу Это точно не то место Поэтому Поэтому тоже Будет готов Хотите Спрашивайте Хотите Комментируйте Ребят Спасибо за просмотр Всего доброго Увидимся Продолжение следует